МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Валентина Горшкова, председатель городсберкома Рязани. Здравствуйте! Здравствуйте! Валентина Александровна, сегодня мы с вами поговорим о предстоящих выборах в Городскую Думу. Они пройдут 9 сентября. Сколько человек вы ждете на избирательных участках? На текущую дату количество избирателей составляет 413,5 тысяч. Списки избирателей будут составляться в установленной законом сроке и на день выборов они будут актуализироваться по каждой участковой комиссии. Участковые комиссии уже начали работать? Нет, участковые комиссии работы пока не начали. Они начинают работать за две недели до выборов. Соответственно, окружные комиссии пока тоже еще не начали работать. Что касается самого процесса голосования, станет ли он удобнее, будут ли использоваться КАИБы? Законодательство и федеральное, и областное направлено именно на то, чтобы сделать для избирателей процесс голосования удобным, понятным. КАИБы будут использоваться обязательно. Их станет больше, чем в прошлые выборы или нет? На выборах президента Российской Федерации мы использовали 100 КАИБов. Это же количество будет использовано и на выборах представительных органов. Еще один вопрос, касающийся самой процедуры голосования. Досрочно можно будет проголосовать на этих выборах? Да, такой институт досрочного голосования предусмотрен законодательством. Те избиратели, которые не смогут в день голосования находиться по месту жительства и прибыть на свой избирательный участок для голосования, но подчеркну, по уважительной причине, это болезнь, отпуск, командировка, исполнение государственных или общественных обязанностей, либо какая-то другая уважительная причина, они смогут проголосовать досрочно в окружных комиссиях либо в участковых комиссиях. В окружных комиссиях досрочное голосование по закону будет проходить не менее чем за 10 дней до дня выборов и в участковых комиссиях не менее чем за 3 дня до выборов. Соответственно, окружные комиссии будут проводить процедуру досрочного голосования с 29 августа по 4 сентября включительно, участковой избирательной комиссии с 5 сентября по 8 сентября включительно. Вот вы сейчас упомянули уважительную причину досрочного голосования. Как это придется доказывать человеку, что я болею, прийти с больничным? Или что? Как это все будет? Уважительную причину человек пишет в заявлении, которое он будет заполнять при досрочном голосовании. Давайте еще раз поговорим о наших избирателе. Сколько депутатов им предстоит избрать? Количество изменилось или нет? При проведении выборов депутатов Рязанской городской думы применяется смешанная избирательная система. 20 депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов, которые выдвигают политические партии. И 20 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам. То есть общее количество 40 человек, оно не поменялось. Я знаю, что утвержден план выборов. Я знаю, что в скором времени вы начнете принимать документы от политических партий. Может быть, этот процесс уже идет? С 21 июня началась избирательная кампания. Комиссия муниципального образования городского округа города Рязани утвердила календарный план работы на своем заседании, где прописаны все мероприятия со сроками. Это рекомендуемый документ, который мы приняли для удобства своего и для удобства избирателей, кандидатов в депутаты. То есть все ими могут пользоваться. Данный документ размещен на сайте нашей комиссии в свободном доступе. Так что с ним можно ознакомиться. Как вообще идет вот эта процедура подачи документов? То есть партии просто приходят и документы приносят? Наши избирательные объединения уже имеют право подавать документы в комиссию муниципального образования. Сейчас началась процедура по заверению списков политических партий. Какие-то политические партии уже к вам пришли? Да, уже подали документы на заверение списков. Две политические партии. Это Либеральная и Демократическая партия и Яблоко. И в скором времени вы эти списки заверите? Да, в соответствии с законом и в трехдневный срок с момента подачи списков обязаны принять решение. А когда будут подавать документы одномандатники? Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам осуществляются политическими партиями. После заверения списков одномандатники имеют право подать документы либо в городскую комиссию, если окружные еще комиссии не работают, либо в соответствующие окружные комиссии, которые начнут работать с 10 июля. Что касается сбора подписей партиям или одномандатникам, нужно их собирать и какое количество? Четыре партии у нас освобождены от сбора подписей. Это Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР и Альянс Зеленых. Соответственно, все остальные партии, которые изъявили желание выдвигать кандидатов в депутаты Рязанской городской думы, обязаны собирать подписи. Комиссия муниципального образования принято решение о количестве подписей, необходимых для регистрации кандидата в соответствии с законом. Для одномандатников данное количество подписей составляет 0,5% от количества избирателей, зарегистрированных по соответствующему округу, а для политической партии составляет 0,5% от количества избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования. Сколько подписей допустимо? Не менее 10. Да? Ну это мало, да? Ну если, например, там какое-то очень маленькое количество избирателей в округе, например, 0,5% получается 9 подписей, тогда 10. И когда же мы узнаем окончательный список тех, кто будет участвовать в выборах политических партий и одномандатников? В соответствии с законодательством, последний день приема документов для регистрации кандидатов 25 июля, и соответствующие окружные комиссии в течение 10 дней должны принять решение о регистрации кандидата, либо отказе в регистрации кандидата, если на то будут определенные основания. На каком основании вы можете отказать? Комиссия может отказать, если представлен неполный пакет документов, которые требуются в соответствии с законодательством, либо нарушена процедура. А что касается судимости? Это определенные ограничения. Гражданин, имеющий непогашенную или неснятую судимость, он не имеет права быть кандидатом депутата представительного органа. Когда начнется самая зрелищная процедура для избирателей? Это процедура агитации. В соответствии с законом, агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия решения данным избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов. А для самих кандидатов агитационный период начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списков кандидатов. Они могут агитировать буквально сейчас? Если избирательное объединение, такие решения приняли, то могут. Что касается самой процедуры голосования, самих выборов, есть ли какие-то изменения законодательства принципиальные? То, чего не было в прошлой выборе? Наверное, изменений законодательства принципиальных нет. Просто применяются различные институты голосования. Если на выборах президента Российской Федерации применялся институт голосования по месту нахождения избирателя, когда избиратель мог подать заявление в любую избирательную комиссию о голосовании по месту его нахождения в день выборов, то сейчас будет применяться досрочное голосование. Когда начнут работу окружные комиссии? В настоящий момент идет процесс формирования окружных комиссий. По закону окружные комиссии должны начать работать не позднее, чем за 60 дней до выборов. Соответственно, с 10 июля 20 окружных комиссий начнут свою работу. Перечень окружных комиссий, их состав будет опубликован на сайте избирательной комиссии. Сильно ли изменился состав окружных комиссий? Количество окружных комиссий такое же, 20, как и на выборах в 2013 году. Часть составов окружных комиссий у нас сохранилась с предыдущих выборов. То есть это люди опытные, которые уже провели одни выборы, представительный орган. Ну, соответственно, есть и новые члены, которые будут обучаться. А как будет проходить обучение? Это будет какой-то специальный семинар для них? Да, семинар для них будет, и не один. Избирательная комиссия муниципального образования обязательно будет проводить семинары для окружных комиссий. Для них уже подготовлены методические рекомендации по работе, подготовлены формы, образцы документов. Также календарный план составлен, которыми они будут пользоваться в работе. То есть вся необходимая методическая помощь, правовая, консультационная, им будет оказываться в полном объеме. Они будут работать уже в том же режиме с 8 до 8 вечера или нет? Или там будет какое-то дежурство? У них установлен будет режим работы вышестоящей комиссии, избирательной комиссии муниципального образования. Это будет часть рабочего дня и часть вечера для удобства кандидатов, чтобы могли подать документы как в рабочее время, так и после работы, после 18 часов. Давайте назовем, где можно узнать всю эту информацию об окружных комиссиях. Всю информацию можно узнать на официальном сайте администрации города Рязани, где есть раздел «Избирательная комиссия муниципального образования». Всю справочную информацию будем давать. Что касается журналистов, я знаю, что выборы, например, президента, мы проходили какое-то определенное обучение. Будет что-то организовано или нет? Давайте запланируем и проведем такое обучение. В гостях программы «Городские встречи» была Валентина Горшкова, председатель города Рязани, и мы говорили о предстоящих выборах в городскую думу. Спасибо, что пришли. Спасибо. А я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова